Всем привет, друзья! С вами Димас, вы на канале Кукс Бразер Хукс. Сегодня будем готовить для вас самую простейшую аджику. Реально, самая простая аджика, самая быстрая, там, 5 минут, как многие ролики называются, там, 5 минут и всё готово у вас. А потом у них ещё, там, хлеб 3 часа отстаивается, там, стоит ещё дрожжь, подходит, там, подобное. Ну, мы сегодня не хлеб делаем, а делаем аджику. Ну, аджику очень быструю. Что для этого потребуется? Для этого потребуются самые обычные томаты. Конечно, лучший вариант это мясные томаты, там, типа, бычье сердце, сердце ангела, какие-то там они, там, название, там, безумная дева лица, там, куча названий у этих томатов. Но сам факт, что можно вот даже вот такие взять. Срежьте бочок, и будет приятно вам. Какая разница, вы используете этот томат, и будет всё хорошо. Ну, опять же, помните, что это аджика без варки, там, максимум, стерилизованные баночки используются. Так что лучше взять более качественные томаты, чтобы сделать вкусный соус, более вкусные томаты сделать. Пару килограмм томатов, возьмите, возьмите вкусное кислояблоко. В данной ситуации у нас Антоновка с огорода, видите, червячок, всё живое. Небольшая часть понадобится. Также лук понадобится нам, репчатый, тоже для остроты. Если есть красный, возьмите красный, он более такой вкусный. Соль, сахар, перец, как бы, черный не советую добавлять. Можно добавить вот такой вот, какой-нибудь острый, пикантный чили, какой у вас есть. Любая зелень, в данной ситуации у нас петрушка. И чеснока побольше, как бы, надо, чтобы был такой чесночный вкус у этого, как бы, соуса. Это аджика, напомню. Ну и масло есть, растительное, как консервант загустителя. Она тоже, в принципе, будет неплохо к этому, к этой аджике подойдёт. Единственный, как бы, вариант, это вот мясорубка. Если у вас есть такая советская, можете использовать советскую. Она тоже довольно-то качественная, просто она, как бы, людской труд, затраты. А тут механическая включила, и всё, погнали. Если нет такой, как бы, можете ручной, очень... Там, кстати, самая идеальная получается такая аджика, самая вкусная и самая полезная. Вот, у нас будет такая вот мясорубка. Так что приступим, будем сейчас делать наш аджик. Друзья, ну вот, мы приступаем, будем пропускать через мясорубку наши овощи. Приступаем. Ну вот, ребята, у нас, как бы, такая вот аджика получилась. Замечательная, всё пропустили, всё видели. Мы добавили немножко маслица и ещё добавим... Смотрите, как оно прям вот ложится, масло. Ну, короче, в итоге миллилитров, наверное, 150 добавим на это количество у нас томатов. Чтобы, как консервация учился, соль добавляем. Добавляем. Раз. Ну, где-то вот пару ложек без горки столовых. Сахар тоже. Кто любит не так солёно или сладко, поменьше добавлять. Кто-то не любит вообще. В зависимости ещё от сорта томатов тоже зависит. Это всё, как бы, тоже две столовые ложки без горки добавляем. Ну, короче, половина рюмочки, вот. Кто в чём меряет. И вот, и всё, как бы, перемешиваем. Аккуратненько всё, всё, всё. Ну, почти до полного растворения сахара и соли. Как бы, и я скажу, как истинный такой вот, как все блогеры говорят. И настаиваем три часа. Самый главный момент в этой аджике. Где-то два-три часа, и дать постоять, отдохнуть. И уже можно потом раскладывать по баночкам. В принципе, её можно сразу есть. Она, как бы, ну, реально, она очень вкусная. Прям вот сейчас свежая. Прям, если вы ещё какие-нибудь дорогие томаты возьмёте. Либо там выращенные, идёте всё на участке. Вкусные, мясистые. Она будет замечательная прям сразу. Ну, вы можете даже попробовать. Попробуйте сразу. И потом, грубо говоря, она у вас постоит. Какое-то время, количество вы ещё будете там кушать. И ещё раз, ну, попробуйте, опять же, эту аджику. На вкус она изменится. Потому что все овощи, которые были добавлены, они сок дадут ещё больше. И она, как бы, из-за какого-либо мяса, это томатное мясо, так сказать, мякоть, она концентрируется так сильно, будет прям, ну, как целиковая масса, казаться так, как будто каком-то кисель сварили ещё. Это, как бы, очень вкусно, потому что томаты, они вот дают такую штуку. Ну, всё, вот мы перемешали. Сейчас будем по баночкам раскладывать. Вот я попробую. Масло, смотрите, оно уже почти всё ушло. Осталось, оно везде, как бы, проникло во все эти помидоры, потому что эти такие тяжёлые. Масло лёгкое, она их, ну, не попадает. Она, как бы, перемешалась в процессе, и, как бы, законсервировала все овощи. И, как бы, эта аджика, может быть, даже на холодильнике хранится пару недель, а то и больше легко, как бы, если вы закроете в подвал поставить в стилизованных баночках или сготаете, или винтовых. В принципе, полгода она у вас должна простоять. Как бы, самое главное, вот эту пенку снять при консервации. Вы будете консервировать баночки, у вас сверху вот так пенка появилась, и вы её просто ложечкой или там, ну, чем-то руками, там, как-то вот раз-раз-раз сверху снимите. Ну, для этого нужно наполнить банку целиком. Мы, как бы, показывать не будем, потому что мы не будем это консервировать. Мы это всё будем, всё съедним сейчас, моментально, с оператором. Тут, как бы, немного. Всё, будем пробовать, всё у нас получилась, такая штука. И попробуем потом попозже, часа через два, часа через три. Замечательно, соль, на сахар, на остроту. Чесночная штука такая. Вообще, божественная аджика. К мясу вообще подойдёт свежее, только что сделанный соус. Реально. Вот это аджик самый лучший. Без варки, без всего. Ну, самое главное, самый минус у неё, она немного хранится по времени. Но при этом очень пикантная. Она и свежая, натуральная. Так что, такую аджичку приготовил. Сейчас будем по баночкам разливать, пойдём к соседям раздавать. Консервировать её не буду, закрывать. Так что, всем приятного аппетита. Кому был интересен такой рецепт свежей аджики, свежего соуса, быстрого соуса достаточно. Пишите комментарии, какие вы делаете. Может быть, аджики тоже соус там, будет приятно. Так что, всем пока. С вами был Димас, оператор Антон. И кавказская аджика.